Дай почитать Во-первых, Карл Циммер, один из лучших научных журналистов, делает доступными самые сложные научные теории. Во-вторых, он не скрывает, что паразиты повсюду, в реке, в воздухе, в воде, в продуктах, от них нет спасения. Они повсюду, бывают крохотные малютки, а бывают огромные, и обоснуются в любом твоем органе, печени, глазе, мозге, кишечнике. И совсем не человек-царь природы, а вездесущий, бессмертный паразит. От ощущения беззащитности и возникает чувство страха и паники, ведь паразит подчиняет своим замыслам хозяина, который даже не предполагает, кто в него вселился. При этом цели убить своего хозяина паразит не имеет. Хозяин должен жить, ведь иначе придется искать новое пристанище. Постепенно Карл Циммер убеждает нас, что паразиты – это такое же звено биосферы, как и все остальные живые существа. К концу книги ты смирился, но страх все же до конца не ушел. Однако появилось нечто наподобие уважительного отношения к этим придумавшим столько ухищрений паразитирующим существа, способным эволюционировать. Автор не скупится не только на страшные истории, диагнозы, описания, но приводит много интересных фактов о жизни этих удивительных организмов. Поможет ли человечеству война с паразитами, война до победного конца? Нет, говорит Карл Циммер, быть паразитом не стыдно. Это значит состоять в почетной гильдии, члены которой населяют нашу планету с момента ее рождения и давно стали самыми успешными формами жизни на ней. Он сравнивает человека с паразитом, приспосабливающим физиологию жизни к собственным нуждам. Мы глушим защитные приспособления при помощи лекарств, чистых туалетов и других изобретений. Ну, а учиться человечеству, если оно хочет выжить и добиться успеха на паразитическом поприще, должно у настоящих мастеров, понимающих, что бессмысленный вред хозяину обернется вредом и для них самих. Читайте, дорогие слушатели, и убеждайтесь вместе с Карлом Циммером в том, что паразит – царь природы. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!